Предстоящий поединок тяжеловесов с турнира UFC 273 Алексей Олейник против Джареда Вандера. Как вы все прекрасно понимаете, поединок против Элира Латифи не состоится и, наверное, это к лучшему с точки зрения стиля для непосредственно Алексея Олейника. Тут мы имеем вот такого довольно-таки матерого, ясного и понятного грэпплера, который провел уже там, я не знаю, бесчисленное количество поединков и довольно-таки молодого ударника, который только начинает свою карьеру в UFC. И звезд, естественно, с неба не хватает, Джаред это такой довольно-таки средний боец, но все-таки он гораздо более свежий и, соответственно, это может зарешать. Тем не менее, если мы берем в расчет опыт, если берем в расчет какие-то одномоментные финиши, то здесь у Алексея будет безусловное преимущество, он мастер вылавливать сабмишины просто из ниоткуда. Давай с тобой попробуем разобраться. Вот вроде как тут все понятно, но может какие-то подводные камни есть. Вандеру можно переводить при этом. Алексей Леник выдыхается. Ну, есть вопросы, попробуй, пожалуйста, прояснить. Да, вопросы есть и, к сожалению, ответы на них мы получим только в бою, а так можем предполагать. Что я могу сказать? Джаред Вундера замечательный боец, отличный. Я думаю, что перспективный и парень хороший. Да, такой, знаешь, приятный, вот на взвешивание на него смотришь, ну, приятно прям смотреть, хорошие эмоции вызывает. Сотянутый, хорошая форма. Да, хорошая форма, скилловая очень, в партере особенно. Вот, а в целом, ну, кто смотрит наши подкасты, те знают, да? Я слежу за ним очень давно, буквально с начала его карьеры. Ну, в чем-то он улучшился, наверное, все-таки можно сказать. И в ударке, понятное дело, я думаю, что он значительно лучше Алексея Леника будет. Потому что видели мы Алексея уже не раз, в том числе и в крайних его поединках. Ну, там уж совсем ударки практически нет. Вроде он где-то еще, ты знаешь, пытается показывать, но в целом там ударка сводится просто к правому оверхенду, условно говоря. Ну, слушай, у него, в принципе, всегда такая ударка была, но, тем не менее, он имел какую-то силу в этих ударах и, соответственно, мог каким-то образом повлиять, заставить, уважать себя. Знаешь, вот, например, в бою с Вердумом у Олейника была ударка лучше, чем я от него ожидал это раз. И лучше, чем в бою со Спиваком. Вот, что... Ну, ты знаешь, ты знаешь... Как мне кажется, похуже он становится. А Верин там, вот, когда он начал просто его пытаться забить, вот, с Вердумом, вот такая вот история. Он просто имел сам по себе лучше кардио, лучше выносливость, больше имел возможности выбрасывать удары. И, скорее всего, наверное, это сказывается. Ну, сейчас он, соответственно, не молодеет. И в дело идут вот такие вот редкие оверхенды, такие корявенькие, с попыткой достать один раз и, по сути, навсегда. Ну, и это, в принципе, все. Как бы, и я полагаю, что Вандера с этим справится вообще без проблем в стойке, как мне кажется. Я повторюсь, когда это не такой, знаешь, не самый, там, умный боец, не самый скилловый. Но он выбрасывает много ударов. И у него хоть более-менее приемлемое кардио. Поэтому здесь мы все прекрасно понимаем, что либо какой-то перевод или, там, стягивание, я не знаю, что угодно. Хоть и Монари, Ролл, черт побери, что угодно от Олейника. Либо вот это, да. Все остальные варианты, скорее всего, за Вандера. Потому что он и передышит, он и перебьет. Алексей, к сожалению, после первого раунда вряд ли что-то будет у себя представлять. Но шанс, безусловно, есть. Потому что в какой-то мере Вандера все-таки в какой-то мере удобный соперник. Так как, действительно, его сабали уже не один раз. И сабали, и переводили, да. Но вот, если смотреть на его предыдущий поединок с Романовым, честно говоря, он защищался лучше, чем я от него ожидал. То есть я там ему у себя в голове шансов не давал вообще. А между тем, он действительно отзащищался от нескольких попыток тейкдауна. А Романов это очень сильно. Я напомню, он именно физически очень сильный сам по себе, как человек, скажем так, да. И Вандера отзащищался от некоторых попыток. Еще и наваливал ему стойки. Прям нехило так. Вот, вспоминая вот этот поединок, мне видится так, что, к сожалению, для меня у Вандера я вижу, ну, наверное, чуть-чуть шансов побольше. Вот. И если мы перейдем к коэффициентам, то сейчас они равные. Как бы, Алексей у нас открывался вообще андердогом. Чуть выше двушки. Но сейчас равные кэфы. Я не знаю, как дальше они будут двигаться. Может быть, все дальше так же и продолжится. И Вандера уже вообще будет андердогом. Мне, конечно, не хочется за него топить. И я буду, я искренне, я искренне буду надеяться, что дядя Леша что-то придумает, да, и как-то его стянет в партер. Все-таки в первом раунде, пока свежий Алексей, он действительно может сап придумать кому угодно. Вот, без разницы, да, соперник сильнее, больше, это не важно. Действительно, там очень-очень серьезные скиллы. И я совершенно не удивлюсь, если Вандера, вот этот суперинтеллектуальный человек, да, влезет в какой-нибудь там прием, и ничего ему не останется, как сдаться. Я лично вот сильно на вот это рассчитываю и на это надеюсь. Так что по кэфам я бы не советовал вот прям вот братья на Алексея ставить. Вот сейчас он выйдет и сам нет. Всякое бывает, много лет ему уже. По кэфам, если честно, я даже считаю, что Вандера андердогом, если будет, то будет выгоден. Но душой, как говорится, сердцем за Алексея Олейника. Надеюсь, у него все получится. Я, если честно, не знаю особо, как можно против него топить. В целом, ну, как бы парень уже... Да какой парень? Это дед практически, вот батя, вот по сути, батя смешанных единоборств. Как можно против него топить? Вот человек реально открыл смешанные единоборства и для себя настало время, по сути, их закрывать. Сейчас у него череда поражений и, естественно, хотелось бы, чтобы он их закрыл. И мы увидели его нормальное выступление, стандартный для него такой финиш, просто из ниоткуда. И, соответственно, красивый жест в конце этого поединка. Интервью там Даниэлю Кармье, все дела, перчаточки на настил и ушел в закат делать дальше какие-то свои дела. Я буду болеть за него и пожелаю ему удачи, надеюсь, все у него получится.